Здравствуйте, дорогие друзья. Хаей Сарах, глава. Представьте себе, что вас пригласили на лекцию о жизни Авраама Линкольна. И вот вы думаете, сейчас вам расскажут о биографии и так далее, но лекция начинается с рассказа о его похоронах. Вы бы удивились? Конечно. Но именно то же самое происходит в недельной главе Хаей Сара. Жизнь Сары. Глава начинается с рассказа о похоронах Сары, в пещере Махпела. Далее ее женитьбой Сахар, Ривка, там женитьбой Сахар на Ривке. И заканчивается рассказом второй женитьбе Авраама о его смерти. В чем дело? Как это вообще можно понять? И ответом на этот вопрос является главное утверждение, говорят мудрецы. В нашей недельной главе рассказывается о том, что существует жизнь после смерти, что на этой земле люди живут только один маленький кусочек. Настоящая жизнь не измеряется событиями биографии. Главное в жизни человека это то, что остается после него. Написанное пришел Авраам произнести погребальную речь о Саре и оплакать ее. Нужно понять вообще, почему Сара умерла. Ведь человек не терпит ущерба, например, от заповедей и так далее. И вот Гаон Элбас специально в книге своей написал, что Сара на самом деле умерла, потому что настало время покинуть мир. Не было какого-то там спецэффекта. Но Сатан, написано, так устроен этот мир, может выбрать, каким образом отнять душу человека. То есть ему говорят, сегодня пришел день такого-то. Дальше уже есть у него определенные возможности для свободы. И будучи мастером создания иллюзий, он создает впечатление, подгоняя несколько событий одно под другое, чтобы люди усомнились в вере. И в данном случае он выбрал испуг от известия о жертвоприношении Ицхака. И со стороны, и вообще, и многие могли подумать, что Сара умерла именно от этого. Вообще Сара, это единственная из матерей, количество лет, которых указано в Торе, и было жизни Сары, там, как, 100 лет, 20 лет и 7 лет. Поэтому ни на секунду нельзя думать, что она умерла преждевременно из-за известия о жертвоприношении сына. Просто Всевышний установил для нее такое число лет жизни. В сердцах членов семьи, которые пережили несчастье, обычно угрызение, совести, они думают, как себя вели, и кажется, что можно было для умершего человека сделать больше, больше медицинских или еще профессиональные и так далее. Но это по мыслу написано тоже злое начало. Оно внедряет нам в сердце мысль, будто другая модель поведения принесла бы другой результат. Но это не так. Пока мы способны делать усилия, мы все должны делать и работать. Но если есть такая история об отце Гаона Великого Атии, да, Эзра Атио, и они расскажут, что однажды он сильно заболел, его родные хотели вызвать врача, у них не было денег, они были очень бедные. И состояние ухудшилось, и совсем было плохо, они продали все, что было, вызвали врача. Пришел врач и говорит, вы уже ничего нельзя сделать. И отец отошел мир иной, оставил после себя сына, Раби Эзра знаменитый, которому тогда было всего 15 лет. И они очень перебывали в большом горе, и если мы постарались, думали, о ней, может быть, мы смогли, и так далее, спасти жизнь. И в течение семи дней траура покойный явился во сне к своему сыну и сказал, будь спокоен, сыной. Это был мой час. Даже если бы вы позвали всех врачей мира, ничего бы не было в этот день. В оригинале на иврите, обратите внимание, число, вот Хаей Сара, Хаей, да, не вдаваясь в тонкости еврейской грамматики, скажем так, что в именительном падеже множественного числа эта форма имеет, совсем друг с словом, имеет другую форму, Хаим. Почему же берется за основу множественное число? Вот жизнь. Потому что единственного числа, повторяю, сейчас послушайте, единственного числа у ивритского слова Хаим, жизнь, нет. Нет единственного. Этим язык Тора, как бы, подчеркиваю, что у человека всегда не одна жизнь. Он ведет жизнь, и не только, есть это, есть следующая жизнь. И есть одновременно, в этом мире ты тоже живешь, и в этом мире, и в другом. Современная наука теперь уверена уже, что человеческая жизнь после смерти не кончается. И некоторые ученые выдвигают гипотезу, что смерть – это переход только из одного состояния в другое. И эта идея не новая. Если внимательно прочитаю, в Торе она открылась давно уже. Нас интересует в данном случае другое, что вот в течение жизни человек пребывает, если можно так сказать, на небе и на земле. Иными словами, Всевышний как бы передал человеку полномочия распределять свою вот эту вот энергию в разных областях мироздания. И в том числе и физическом, и в духовном мире. И вот человек этим распоряжается. И в наших силах огромные-огромные вещи. От Всевышнего отделяет нас не время, но духовная дистанция. Она не имеет отношения к тому, в каком мире мы находимся – в небесном или земном, там, где душа находится. Но тот, кто не выстроил свою связь на земле, он и в духовном мире не будет у него связи. У него то же самое будет. Написано, что оторвавшись от Всевышнего уже при жизни мертвы. А праведники живы после ухода из этого мира. И поэтому в конце жизни происходит взвешивание, кого ты кормил. Знаете, внутри человека сидят два вот этих вот – животное и духовное. И вот кого ты кормил в конце, то животное… или животное вылезет из тебя в конце жизни, или духовное, что небу понравится. Выбирай. Выбирай мы, что кормишь, что и будет. Браховат слахам.